Севской. Здрасте, здрасте. Почему не могу заставить что-то делать в свободное время? Учить английский, проходить СНГ, как будто лень одолевает, потом ругаю себя. Вся эта система связана с тем, что человеку обязательно необходимо ради чего-то или ради кого-то делать. Одна из задач это найти в себе желание получить от жизни что-то глобальное. Или делать это для кого-то. Или третье просто рассердиться. Когда человек ничего не хочет и ни к чему не стремится, то это говорит о том, что он чрезвычайно первое переполнен. Чем переполнит? Смотрите, зачем вам еще какая-то информация, если у вас уже достаточно большая информация. Второе. У человека карма очень мощная, которая передалась от родителей, которая не дает ему измениться. Вот смотрите, что обозначает быть человеком. Человек и события в жизни человека исключительно связаны с той информацией, которая есть в нем. Той информацией, которая есть в нем. То есть в вас есть большое количество информации, вы ее постоянно получаете или дополняете, и за счет этого с вами что-то происходит. И первое. Дело в том, что вы, наверное, знаете, что чакры это не только входные отверстия, еще и выходные. Помните, я говорил, система ХОЧЕ. И говоря об этом, я знал, о чем я говорю. Очень часто, когда человек хочет что-то получить или хочет как-то получить информацию, то он должен опустошить. Почему? Потому что там так много всего. Или опустошить. Что опустошить? Знать, что ему необходимо дополнительное место, куда это должно все вкладываться. Для изучения английского языка необходимо опустошить сознание. Для изучения там или практик каких-то необходимо опустошить сердце. То есть, а там заполнено все чем-то. Обидами, переживаниями, отсутствием мотивации, руки опускаются и так далее. И что необходимо делать? Самый простой способ это использовать первые методы, которые я называю методами огня. То есть, один раз в неделю, один раз в месяц представлять, будто у вас в груди что-то находится, на уровне груди или на уровне сознания, в виде сосулек, которые растут сверху вниз, сверху вниз. Сидя перед огнем, вы представляете, будто берете эти сосульки, отламываете и бросаете их в огонь. Из головы отламываете и бросаете, из живота отламываете и бросаете в огонь. После этого представляете, будто то место, которое у вас находится в животе, в груди или в голове, наполняете таким огнем. Конец. Это очень опустошает данный сосуд. Но это не все. После этого можно производить цирьям пуджу. Каким образом? Мысленно представлять, будто вы этим огнем еще и умываетесь. Помните, я об этом тоже ранее рассказывал. И читайте какую-нибудь мантру, которая может помочь избавиться от тяжелой кармы. Допустим, это мантра. Вот такую мантру можно читать или любую другую. Еще очень часто мотив или очень часто какая-нибудь мега, мета, сумасшедшая задача, она может заставить человека включить энергию в своей жизни. Как строится задача и как человек ее может поставить себе. Сядьте, расслабьтесь, мысленно подумайте о том, что бы вы хотели в жизни больше всего на земле, больше всего на свете. Какую-нибудь сумасшедшую амбицию. Но не просто квартира, машина, жена. А там, как бы вы себя чувствовали, если бы вы были там мега богаты. Или как бы чувствовали, если бы вы там миром управляли. Как бы вы чувствовали, если бы это происходило. Обязательно такую задачу поставьте себе, что ага-га, я хочу зарабатывать каждый месяц там, не знаю, 10, 30, 50, 100 тысяч долларов. После этого посмейтесь, ага-га-га-га. И эту задачу, как я говорил, запрограммируйте одним словом, которое может быть абракадаброй. Вот если утром брать четкий и это слово абракадабру повторять 108 раз, то целый день у вас будет сумасшедшая энергия на то, чтобы чего-то в жизни делать. Будет все время вас что-то толкать, толкать. Кстати, повышенное давление у человека есть не что иное, как нежелание реализовывать свою преднамеренно поставленную задачу или преднамеренно поставленную программу. Вот почему очень часто людям, которые очень мечтают, очень много хотят, там целеустремленно к чему-то стремятся, у них может подниматься давление. Что необходимо делать? Переизбыток мечты растягивает человека. Когда человека энергетически растягивает, то его сердце сжимается, как бы сохраняя вот эту энергетическую материю. А что сделать, чтобы этого не происходило? Необходимо, это очень простой метод, утром сесть и сказать себе, я поклоняюсь, я поклоняюсь Богу настоящего, плотному Богу и сказать, я вижу стены, я вижу себя, я плотно воспринимаю каждый участок того, что я вижу. Такое совсем не сложное упражнение, если делать его ежедневно, если концентрироваться на плотности хотя бы одну, две, три, там пять минут, то это уберет давление. Второй вариант. Мысленно, когда у вас появляется давление, представляете, будто в вашей груди находится что-то твердое и большое, отламывайте его и выбрасывайте. Правда. Отламывайте и выбрасывайте. Сосульки отламывайте и выбрасывайте.